Первый вопрос. Как ты? Ну, а как я? Ирия, как я, когда последний раз, когда я переезжал через... пересекалась Россия, эстонскую границу, эстонская таможня, я благодарила Эстоголь, очень недовольна, потому что я никого не предупредил, что я еду в Эстонию. За это им пришлось меня в последний момент сажать поездом, делать полностью проверку, и хоть что-то не опостав. Ну, а так как, если поезд из бояне таможня опоздает, и они ничего не найдут, то таможню не департаменту придется платить, выплачивать не устоит. Если именно, ну, молодец. Потому что, я скажу честно, после оправдательного приговора, который был 5 января, ситуация вокруг нас не улучшилась, а только улучшилась. То есть, последний случай такой, который меня уже совсем начал допивать, это когда я провел всю ночь со своей подругой, а машина каяться по лице, и в это время стояла во дворе. Всю ночь дежурил. Знаю подруга, человек очень добрый. Она предложила ему вынести водки, чая горячую. Я сказал, что не чай, обойдутся. На самом деле достаточно. Все это смешно, но достаточно неприятно. Это, что касается, как я. Что ты думаешь, почему они это делают? Нужен враг. Дело в том, что это очень философски интересная вещь. Кстати говоря, Маша закончила философски так. Это очень интересная философская вещь. Первоначально был придуман враг. Но в него мало того, что надо придумать врага. В него надо поверить. И теперь произошло самое страшное. Что те люди, которые придумали врага, они теперь в него поверили. Вот это самое страшное на самом деле. Потому что если вы читали такую русского писателя Шварца. Он писал сказки. Сказки для друзей. Он написал такую сказку, как убить дракона. Вот русский в Эстонии, это такой своеобразный дракон. Которого придумали для эстонцев. И теперь в этого дракона... Мы все понимаем, дракона не существует. Но мы в него поверили. Особенно эстонское общество. И самое страшное, что государственная машина в Эстонии поверила в этого дракона. Я разговаривал с офицерами КОПО. Они искренне верят в эту русскую угрозу. Вот это самое страшное. Внутреннюю русскую угрозу они верят искренне. Но они знают. Почему? Может быть, они интеллигентные люди. И что? И поэтому они искренне верят? Да. Ну, во-первых, первое. Я не считаю, что офицеры службы безопасности, будь то КПО, будь то ЦРУ, будь то ФСБ, должны быть интеллигентными людьми. Я бы еще не хотел, чтобы в этих службах служили интеллигентные люди. Нам должны служить профессионалы. Профессионализм в этой области, так сказать, не подразумевает интеллигентность. То есть мы Андропова тоже можем считать интеллигентным человеком. Это не мешает в Кащенко отправлять лучшие умы в Советского Союза, в качестве психиатрической больницы. А на самом деле вопрос не в том. Вопрос в том, что существует такой общий психоз, коллективное бессознательное влияет на всю государственную машину. Да, я могу это поверить. Потому что когда мы, например, связались с вами, тогда сразу же нам стали писать, что мы тоже враги государства. что не надо связаться с этими людьми. С вами, да. И в прошлой неделе мы пытались встретиться с Александром Коробов. И мы ждали у него с Петром Пушкарной. И тогда звонили ему. И оказалось, что у него задержали. Задержала полиция. И сразу мы думали, что, может быть, Капо слушал нас с телефона и тогда пытался вмешиваться. Вмешиваться. Ирия, по поводу телефона, вот совершенно простой пример. Полной зарядки моего мобильного телефона здесь, в Эстонии, хватает на двое суток. В Москве, при том, что в Москве я делаю такое же количество звонков, с этим же телефоном мне хватает зарядки на трое суток. При этом в Москве я перемещаюсь на метро, у меня трое постоянно он отключается и отключается. Это очень будет рассудиваться. Энергия, это так. То есть, из этого можно делать лучше. Здесь, в Эстонии, мы телефон послушать. Слушать настолько мощно и быстро, но то, что выставляется обнаруженное наблюдение. Последний пример – это история с Сергеем Лакьяниным, как писателем. Я не знаю, вы с ним встречались? Не встречались, но мы, как сказать, мы знаем, как мы читали. Дело в том, что у Галины Сапожниковой она привозит сюда такой из «Клуб импрессум» для журналистов как раз. И я скажу, что это может быть не для камеры, что вам просто полезно будет туда сходить. Дело в том, что Галина предлагает в том числе и такие вещи, как помощь эстонским журналистам в Москве. То есть, там все контакты, шеф-редактора новостных программ РТР, Первого канала, они все с вашими услугами. В любой точке России нужно получить эту информацию. На самом деле, очень здорово. То, что делает Галина Сапожникова, здесь, на самом деле, очень большой шаг именно для сдвижения эстонии и России, потому что именно вне политической сфере, а общественно, приводит интересных людей, интересных исландского общества, чтобы послушать и поговорить. А что эти КП-шники, если о них говорить? Что они говорили, когда ты был у них там на кофе? Ну, я на кофе-нире был только один раз. Я встречался с таким офицером, как Александр Гончаров, комиссар КПО. Он сам русский, да? Он сам русский. Это было еще в сентябре месяце 2006 года. После этого со мной Катя полиция ни разу вот так вот на контакт не выходила. В последний раз я разговаривал по собственному желанию с офицером КАИЦ и полиция по телефону, разговор, который я записал. Т.е. две недели тому назад в КОК Лоярде одного из наших программистов, который поделил с авиатозовье на чашечку кофе, пригласил офицерка. Я позвонил этому офицеру и спросил, какие претензии у него есть к этому человеку. Ну, этот человек прежде всего мне поразил то, что он не отрицал, что он офицер КАИ. Второй он сказал, что претензий у него никаких нет. Тогда я спросил, извините, а у него что-то чисто только интерес. Тогда я спросил, скажите, а в КОК Лояре у вас ко всем похожий такой чистый интерес или только к тем, кто как-то связан с ночным дозором? На что было такое замешательство? В принципе, разговор у нас на этом и закончился. Вот, поэтому я скажу так, что это то, что по кофе. А то, что не по кофе, я встречался, когда сидел в тюрьме. И вот то, что мне один раз сказал на мою реку, какое время допросы комиссар полиции Свен Симпор, наш следователь, меня показало. Я сказал, что серьезно, полагайте, что ваше дело, неужели вы не видите, что оно склеено? Несерьезно, что вы говорите. На что он мне совершенно пока сказал, вы понимаете, что есть государственный интерес? То есть мне, например, было все понятно. Также этот человек мне абсолютно сказал, что неужели вы верите, что бомб мог произойти стихийно? Что его, ну, как бы, надо было, что его не надо было собирать. То есть он абсолютно верил, что кто-то организовал сюда. Офицер помыл. На что я ему сказал, ну, вы возьмите, почитайте, хотя бы, там, я не знаю, капитанскую дочку Кушкину. Бунт начинается всегда стихийно. Потом, во время бунта этого русского, всегда появится какой-нибудь лидер. Ну, так же, как и революция. Нам по советской истории рассказали, что большевики готовили революцию. На самом деле, просто большевики вовремя, Ленин вовремя скачал на броневики и крикнул революцию. А революция-то уже началась. Бунт-то уже начался. Просто Ленин в последний момент успел возглавить. Здесь та же самая. А что они говорили тогда, в 2006 году? Ну, господин Александр Бончаров у утверждал мне, что памятник не перенесут. Обещал, да? Он утверждал. Он богу верит, что памятник не перенесут. Тогда я ему советовал застрелиться, если его перенесут. А ты его встретил после этого? Нет. А он еще работает там? Я, кстати, ему звонил по телефону 5 января. Я ему звонил по телефону, сказал, что поздравьте меня. Он там еще работает. Я ему сказал, что можете меня поздравить. Утверждал, что они перенесут и тогда... Он утверждал, что памятник не перенесут. что это полная глупость в политику, а другим людям, я знаю, он говорил совсем другие вещи, но это... А что он хотел узнать у тебя? Он хотел со мной просто поговорить. А почему? Дело в том, что работа службы безопасности, будь то КАТИ, полиция, будь то ЦРУ, ФБР или ФСБ, заключается не в том, чтобы что-то узнать, скажем, таких людей, как я, скажем, людей, которые занимаются общественной деятельностью, они про нас знают все, даже то, что мы не знаем, а не знаем.